Моё призвание, я любил математику, точные науки, физику. И мой учитель замечательный, Александр Макитович, говорил мне поэтию, я как бы ты у этой руды, я сижу там в городе, хоть не про Петровсику, тебе же надо в спецшколу, ты вундеркинд. Были уникальные способности, потому что математика для меня была как, наверное, для Моцарта ноты. Я легко с этим справлялся, в этом чувствовал себя свободным. Ну а я прочёл вот к несчастью книгу, биографию Жерар Филиппа. И тут всё резко повернулось. То есть, главное, какая интересная жизнь. Умер молодым, но тогда мне в 17 лет казалось, что 37 это, о, ёлки-палки. Ну, если я доживу до 37 и умру в 37, 20 лет такой жизни, красивой, кино, встречи, впечатления. Вот, роли интересные, романтические. Вот, я романтический артист. Я, конечно, хотел играть романтических героев, как Жерар Филипп, с приключениями, шпаги. Это всё прекрасно. И вот это и перевесило. Я решил рискнуть, рискнуть серьёзно. И помчался я в Харьков, в театральный институт. И был уверен, что меня не возьмут. Потому что я жутко волновался, я был очень напряжённо зажат. Потом я даже свою учительницу попросил со мной поехать, потому что было страшно. Ну, пожалуйста. И она поехала со мной, за ручку водила в приёмную комиссию, как написать заявление. Всё. К удивлению меня взяли. Так как-то неожиданно я оказался там. Потом начались открытия. Оказывается, есть система Станиславского. Я что-то о ней слышал, но я не совсем понимал, что по ней-то и будут нас обучать. Но я человек увлекающийся. И, наверное, вот это меня как-то и стало втягивать в эту профессию. Потом был конкурс Яхонтова, куда я делегирован был в Ленинград. Представлять школу Харьковского института. Мы читали композицию «Маяковский в Харькове». Громче всех смеялся Валерий Николаевич Залем. Тогда я увидел уровень школы. Тогда Московские школы, ГИТИС, Щукинское училище, Щепкинское училище. То есть какой уровень студентов. Те же ученики Аркадия Иосифовича, к которому я так потом поступил. Молодой Сережа Власов, Сережа Бехтерев. Я обалдел и понял, что там, где я учусь, это самодеятельность. Это не серьезно. Это товар для Кременчуга. Пышно выражаясь из Бабеля. Это товар для Кременчуга. И я рискнул поступать к Аркадию Иосифовичу. И к удивлению, опять же, своему, я был уверен, что меня не возьмут с этим говором. И со всеми моими провинциальными представлениями об игре. Но взяли. Взяли. Я был счастлив. Я помню, это первое сентября. Я помню вот это состояние, когда я такого никогда в жизни не испытывал. Я любил всех. Это наркотическое какое-то состояние. Я целовал всех. Всех своих однокурсников. Все от меня шарахались. Мне казалось, что я куда-то попал в какой-то мир. Вот для меня, как бы, вот, я уже сказал, я был уверен, что не возьмут. Взяли. Значит, я чего-то стою. И мне хотелось доказать, что я действительно чего-то стою. И первые месяцы наших занятий я не спал ночами. То есть, как нам говорили, вам спать не нужно. По ночам нужно читать. Потому что вы немного, вы не знаете, не читали. Репетировать, делать этюды. Мы делали этюды. И, в общем, после двух месяцев такой жизни, когда я похудел, там, не помню, уже скелет такой был, я упал в обморок. Да, за два месяца. Меня отправили отсыпаться, и я проспал где-то 30 с чем-то часов, не просыпаясь. Потом уже началось разочарование, потому что, наверное, какой-то выхлоп такой сильный был. Вначале я стал чувствовать, что я как бы не своим делом занимаюсь. Да, вот сразу в другую сторону вот такой перепад пошел. Я разочаровался, что ничего не получается, что по-русски говорить я никак не могу научиться. Галинзеев говорил, Петя, вы играете гениально, но это все не по-русски. И говорил этого хохла, я никогда по-русски говорить не научу. И так далее. Я где-то в декабре, я сбежал. Сбежал, сбежал на Украину. Решил, что это все блажь. Ну, не то, что блажь, что это заблуждение, что это не мое. Но потом волей и судеб меня вернули. Как-то восстановился. И тогда я начал работать. Тут уже началась серьезная работа. Я задался целью доказать и себе, и всем остальным, что я действительно артист. Потому что ту планку, которую нам поднимали все выше и выше наши педагоги, она действительно была очень высока. И стало что-то получаться. Стало что-то получаться. Какое-то осмысление в профессии стало появляться. Уже те мечты детские стали отходить на второй план. Я занялся процессом, процессом постижения, перевоплощения, воплощением замыслов и образов. И я так погрузился в это, что уже где-то на втором курсе мы пробовали этюды из Достоевского «Братья Карамазовы». И потом я узнал, что именно эти этюды, которые мы делали, и решили судьбу нашего дипломного спектакля. Потому что я пробовал Митю Карамазову, которую потом я и сыграл. Митя, там я вырос. Я вдруг повзрослел. Я стал, вот там я почувствовал, что я стал уже кем-то в профессии. Но это не сразу получалось? Нет, конечно, не сразу получалось. Там очень долго не получалось. Ну, сложно. Когда еще 21 год, Митя 27. Мне казалось, что такая пропасть, что он возрастной уже, как бы, герой. А я ищу мальчик, и я как бы не дотягивал, и Аркадий очень уже отчаялся и стал просто навязывать рисунок великого Леонидова, который в 1910 году играл. Это, значит, рисунки я смотрел, грудь колесом. Он подкладывал эти сюда под грудь специально, чтобы эта грудь была большая у Мити, куда вмещается все и плохое, и хорошее. И я кричал, и потому что Леонидов, по легенды ходили, что когда Леонидов там кричал «Грушенька», где она-то люстра дрожала во Мхате. Я как ни старался, люстра не задрожала в учебном театре. Но я отчаивался, голос срывал, рвал темперамент и все время чувствовал, что бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно. Потом какой-то у нас был перерыв, когда мы выпускали спектакль «Ах, эти звезды». Из-за этого момента я что-то переосмыслил, я что-то понял, я вдруг еще стал прислушиваться к себе и стал понимать, что режиссура – это, конечно, важная вещь. Но есть еще… Это не то, что… А вот сейчас я выйду и сыграю, как я хочу, плюнув на все. Что-то я переосмыслил, что-то я для себя понял, понимая, что это рисунок Леонидова, которого я не видел. В этом рисунке я не видел себя самого. И тут я как-то вернулся к себе, что-то я через себя еще многое пропустил, и что-то я себе позволил. Да, это был тяжелый момент, потому что я женился, у меня жена была уже в девятом месяце, жили мы тяжело и трудно, где-то снимали квартиру. Денег не было, я не доедал, не досыпал, нас по ночам ели клопы. И изнурительные репетиции, просто изнурительнейшие, с утра до ночи. И я в какой-то момент я уже просто понял, что я уже не в состоянии, я вообще уже перестал соображать, что-ли. И я потом сказал, что я не понимаю, дайте мне отдохнуть хотя бы один день. На что в педагогических целях воспитания молодого артиста жестоко, глядя на меня в глаза, сказал, Ольга Флоповича, никогда не сыграйте эту репетицию, никогда. Я затрепетал, помню, почему я не сыграю, потому что вы слабак, слабак. Нитя борется с обстоятельствами, а вы сдаетесь. Что со мной было, что со мной было, я оказался на какой-то лестнице, я им говорил все, я даже не помню слов, но я помню, что я высказал все, что о них думаю, как они жестокие, какие они беспощадные, что нет ничего человеческого в них все. И у меня была истерика, по большому счету. Помню, что только Аркадьевич кричал мне, а я на лестнице где-то оказался, там уже под потолком, и он кричал, если бы вы так играли, Митю Карамасович, прорвался тот темперамент подлинный и нужный. И вот, наверное, здесь именно с Достоевским связано больше всего для меня обрел профессию. Я поверил в себя, я настолько был увлечен, вот как это назвать, станиславского жизни человеческого духа на сцене, да, вот, наверное, так лучше не скажешь. И были интересные у нас репетиции, и результат был очень интересный. И после этого хотели наш курс оставить как самостоятельный театр, даже обещали здание построить, но все это не случилось. Но потом я оказался волею судеб вот уже в малом драматическом театре, и тут тоже началась новая уже взрослая, не студенческая жизнь.